Бронен-речной трамвайщик через интернет. Северная транспортная компания накануне открытия навигации вводит электронную систему бронирования билетов. Нововведение будет касаться пассажирских рейсов по населенным пунктам Нижнепечорья. С просьбой организовать электронную систему бронирования главе округа Александру Цибульскому не раз обращались жители населенных пунктов Нижнепечорья. И в канун навигации такая услуга станет доступной. О ее готовности доложил глава администрации Заполярного района. Система представляет собой определенную вкладку на официальном сайте Северной транспортной компании. На ее разработку из бюджета района было затрачено свыше полумиллиона рублей. Алгоритм бронирования и покупки билета на сайте муниципального предприятия Заполярного района «Северная транспортная компания» интуитивно понятен. Заходим на сайт stk.defisnow.ru. В верхней части страницы расположено меню с основными разделами. Расписание движения, стоимость билетов, информация для пассажиров. Новую удобную услугу запланировано ввести в самое ближайшее время. С помощью нее будущий пассажир сможет легко узнать о наличии мест и при необходимости заранее забронировать билет. В мае месяце заработал сайт Северной транспортной компании, в котором можно заблаговременно забронировать билет по данному направлению, выкупить его как в электронном виде, так и в павильоне речного вокзала. Поэтому эта услуга очень доступна. Меню сайта достаточно простое. Никаких сложностей, я думаю, что у пользователя не возникнет при обретении билета через интернет. Оплатить онлайн билет можно будет при помощи нескольких платежных систем. Если вы решили купить билет на сайте, то можете сделать это с помощью разных платежных систем. На выбор банковская карта, электронный кошелек, Яндекс.Деньги, Киви и другие платежные системы. Также пассажир всегда может оплатить билет в кассе в речном павильоне. Тем временем Северная транспортная компания готовится к открытию навигации. Полностью выполнено техобслуживание всей техники. На ремонте находится лишь катер Виктор Безумов. Компания подходит к навигации полномерно. В этом году планируется задействовать весь парк, имеющийся в распоряжении Северной транспортной компании. Также будет ходить теплоход ЕСАВЭЙ. По многочисленным просьбам будет ходить две СВП и также выручившие нас в прошлую навигацию две лодки Северной, вместимостью 11 человек. По многочисленным просьбам жителей Нижней Печорья, речной трамвайчик ЕСАВЭЙ продолжит пассажирские перевозки. Теплоход 1994 года постройки прошел капремонт и готовится выйти вновь на маршрут до Телевиски, Макарова, Виски и раз в неделю до Каменки. При этом тарифная политика останется в нынешнюю навигацию в разумных пределах. Ценовая позиция осталась примерно так же, как и в прошлом году? Да, практически не изменилась цена в этом году. Цены остались почти что на том же уровне. Скачка никакого не произошла. На оперативном совещании у губернатора округа была озвучена основная на сегодня проблема СТК – дефицит капитанов для управления суднами на воздушной подушке. Самая большая на сегодня проблема, которую, в общем, ежедневно буквально этим занимается, это, как я уже когда-то докладывал, у нас нет капитанов на суда на воздушной подушке. Здесь таких людей нет. Одного мы обучили, второй – в процессе обучения. Сейчас вышли на архангельских ребят, у которых есть все допуски. В общем, их не устраивает заработная плата. Давайте наших обучать. Мы обучаем, там довольно сложное обучение. Впрочем, проблема нехватки капитанов – общероссийская. В нашем округе решено сделать ставку на своих доморощенных рулевых. Тимофей Жуков, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».